ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Правительство страны поддержало принятой Госдумой в первом чтении законопроекта об ужесточении ответственности водителей за непропуск скорой помощи. Документ предусматривает как административное, так и уголовное наказание. Первое – это штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет, как за нетрезвое вождение. Второе – тюрьма на срок до четырех лет. Речь идет о случае, когда из-за простоя скорой пациент скончался. ТРАССА СТО ОДИН Действие электронного полиса ОСАГО должно начинаться спустя несколько дней после его оформления. С такой инициативой выступил Центральный банк. Причина – злоупотребление со стороны водителей. Конкретику озвучил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, есть автомобилисты, которые стремятся получить электронную автогражданку сразу после ДТП. До этого ее у них не было. Затем, через несколько минут, поступает заявление о происшествии. Так что жизнь от этого у страховых компаний слаще не становится. ТРАССА СТО ОДИН Минпромторг подумывает о том, чтобы увеличить коэффициент транспортного налога для премиальных автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей. Своеобразный налог на роскошь сейчас действует в отношении почти тысячи машин. Данные обновляются в зависимости от колебания курсов валют. Сколько еще чиновники хотят стрясти с автовладельцев? Да, конечно, не бедных, не уточняется. Добавлю, что днем ранее была информация о том, что Совет Федерации подготовит законопроект об отмене транспортного налога и одновременном увеличении акцизов на бензин. BMW X3 нового поколения будет стоить в России минимум 2 миллиона 950 тысяч рублей. Данная комплектация подразумевает наличие двухлитрового бензинового двигателя мощностью 184 лошадиные силы, 8-ми диапазонного автомата и полного привода. Автомобиль стал больше предшественника. В частности, колесная база увеличилась на 5,5 сантиметров, а вот масса снизилась на полцентнера. Новую трешку будут выпускать в Калининграде. Трасса 101 Американские специалисты выяснили, что подавляющее большинство автомобилистов боится попасть в аварию по вине других водителей. Себя же они считают безупречными. Хотя статистика по США говорит об обратном. Основная масса смертельных аварий – это столкновение одного авто с каким-либо серьезным препятствием. К этому приводят такие факторы, как невнимательность сидящего за рулем, его усталость, плохая погода и резкое маневрирование. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok